Всем доброго здоровичка! Воскресное утро 13 ноября этого года у нас выглядело вот так. Красота! Сегодня также воскресенье, правда 11 декабря, но погода у нас абсолютно не зимняя. Веду съемку с лоджии своей квартиры. Как видите, пейзаж у нас абсолютно не зимний. Тот снег, который выпал 13 ноября, он был у нас первый, хотя выпало очень много снега. Он растаял уже буквально через 5 дней. Первый день зимы 1 декабря у нас был опять снежный, выпало много снега. Не так, конечно, много, как 13 ноября, но достаточно. Хотя вот сейчас 11 декабря, снег уже практически весь растаял. Как видите, только в некоторых местах, на полях, вон там виднеется полосочка снега. Это, в принципе, неудивительно, потому что сейчас на улице 6 градусов тепла. А вчера, в субботу, целый день шел зимний дождь. В этом видео я хочу высказаться по поводу дождей, снега и вообще сказать об осадках. Когда у нас в этом году осенью начались осенние дожди, затяжные, настоящие, я был очень рад. Я радовался, когда 13 ноября у нас выпало много снега, когда был снегопад. И был доволен, когда этот снег через 5 дней спокойно, тихо растаял и вся влага ушла в землю. Я радовался, когда всю неделю, вот декабря, вот эту неделю, у нас шли затяжные дожди. Выпало тоже много осадков. Вы спросите меня, почему я был доволен вот такой вот плохой погодой. Дело в том, что предыдущие 2 года у нас были довольно сухие. У нас были малоснежные зимы, у нас было 2 сухие весны, 2 сухих осени. И были 2 аномально жарких лета и сухих, практически без дождей. Конечно, вот такая вот сухая погода не могла не сказаться на экологии. На территории Ровенской, Волынской и Львовской области земля очень высохла. Более того, в колодцах упал, существенно упал уровень вод. Некоторые колодцы вообще высохли. Таких вот ситуаций не помнят даже старжилы. Старые люди говорят, что мы сколько живем, мы ни разу не видели, чтобы в колодцах высохала вода. Причем так массово. Поэтому то, что сейчас выпадает много осадков, что земля пропитывается водой, что вода уходит в землю, это очень хорошо. Потому что рано или поздно вода опустится до уровня грунтовых вод. И в колодцах появится вода, увеличится ее количество. Потому что вот в прошлом году, летом, я был свидетелем того, когда копали большую яму с земли. И вся земля на протяжении всего копания была сухая. Что вообще дико. Я знаю, что земля может быть сухой там сверху, определенный шарок, там 10-15 сантиметров. А дальше земля всегда у нас была влажная. А вот недавно я был свидетелем того, что земля сухая буквально там метры вглубь. Что ненормально. Поэтому я радуюсь осадкам, радуюсь дождю, снегу, мокрому снегу, затяжным дождям. Конечно, когда в декабре идет дождь, когда слякоть, когда грязь, это не очень комфортно, это не очень приятно. Но я считаю, что, наверное, в этом случае нужно все-таки принять пословицу, которая говорит о том, что у природы нет плохой погоды. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.